Итак, сегодня, то есть вчера после обеда 27 января 2014 года на своем официальном сайте Центробанк России выпустил пресс-релиз, опубликовал об использовании виртуальных валют, в частности биткоин, на территории России. Все страны, кстати, уже давно, все крупные страны определились, высказались в Центробанке этих стран, высказались по криптовалютам, в США и в Европе вообще не видят, ну пока, по крайней мере, не видят опасности хождения биткоинов у них. В Китае, наоборот же, биткоин под запрет попал, биржу закрыли, кстати, она была крупнейшая в мире. Глава сайта, этот владелец, под следствием там в Китае, кстати, вот в конце года 2013, тогда биткоин сильно просел, после этих событий всех. Ну если, сейчас в России, конечно, тоже новость номер один, ну кто любит, любители биткоинов, если набрать запрет биткоинов, да, Россия сразу там, сайты сейчас выскакивают. Громкие заголовки, банк России поставил биткоин незаконно, их обмен на товары и услуги попадет под запрет легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Ну, конечно, сейчас терроризм приплетается к любой теме. В общем, банк России не рекомендует, да, там, россиянам использовать криптовалюты, в частности, биткоин при совершении сделок, так как они ничем не обеспечены. Ну, они называются, как бы, Центробанк сказал, что это денежный суррогат, а выпуск денежного суррогата на территории Российской Федерации запрещен. Статья 27. Если российские юридические лица будут предоставлять услуги по обмену виртуальных валют на рубли или на странную валюту, а также на товары, указывает Центробанк России, то это будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществлении сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации отмыванию доходов, вот как, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Так, газета «Ведомости», Центробанк России против виртуальной валюты. Предупредил организации граждан, кто считает виртуальную валюту биткоин денежным суррогатом, у которой отсутствует обеспечение. На Западе, в США, в Европе уже магазины, крупные интернет-магазины принимают биткоин. В Америке даже можно за учебу расплачиваться. В России Центробанк решил попридержать это дело. В общем, теперь биткоины нельзя будет принимать. Ну как, принимать можно будет, но Центробанк, если предупредил, что нежелательно, то значит будут проблемы. Так, на форуме тут тоже российские. В общем, кто занимается этим, кому интересна тема, можете зайти, все почитать. Сами, кстати, сегодня же утром арестовали в Америке главу биткоина, биткоин-биржи. Это первая была там, еще в 2009 году. Чарли Шрейм. Кстати, сказали, что он основатель. Ну ладно, эта тема подругая. В общем, посмотрим, что теперь будет с биткоинами. Каков будет их курс? Наверняка курс упадет. А вот поднимется ли снова, неизвестно. Ну, время покажет.